Последнее время в округе участились случаи возгорания. В минувшие выходные произошло сразу четыре пожара. Профильные ведомства призывают жителей округа соблюдать меры предосторожности и внимательнее относиться к требованиям пожарной безопасности. В связи с наступлением пожароопасного сезона наблюдается значительный рост возгораний на территории региона. В большинстве случаев причиной является человеческий фактор. Наблюдается сильный рост пожаров. Если в прошлом году у нас на сегодняшний день был зафиксирован всего лишь 51 пожар на территории округа, то сегодня у нас уже зарегистрировано 98 пожаров. Это рост практически на 100%. По гибели людей у нас также 100% гибель наблюдается. У нас в прошлом году один человек погиб всего за весь год, в этом году уже два человека погибли на пожарах. И по травмированным на пожарах у нас также тенденция к росту. То есть в этом году у нас 7 травмированных, в прошлом году 4 травмированных. Возгорание в основном происходит на полигонах ТБО и в расселённых неэксплуатируемых строениях. Недавно также произошёл пожар в посёлке Факел. Там тоже расселённое здание горело, неэксплуатируемое. Ну, здесь, наверное, зона ответственности уже местных администраций, которым мы также каждое лето рекомендуем как можно скорее сносить эти здания. А покуда они стоят, также рекомендуем максимально ограничить туда доступ. То есть они горят, может быть, даже не только из-за каких-то умышленных действий, поджогов, но элементарный, неосторожный, свободный доступ. Туда могут и лица безопределённого места жительства проникать, и детская шалость тут также не исключается. С наступлением тёплой погоды жители округа чаще выезжают за город на пикники. В связи с этим возрастает риск появления лесных пожаров. В 2021 году из 98 пожаров 10 являются природными. Были достаточно серьёзные ландшафтные пожары. Не так давно в районе Йокуши большая группировка привлекалась для тушения пожара. МЧС призывает жителей и гостей региона при выезде на природу соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо подготовить место для разведения костра, то есть очистить его от мусора, от сухой травы, от сухих веток. Часто в лес жители ходят с детьми, дети ни в коем случае не участвуют ни в разжигании костра, ни в его поддержании. И по завершении мероприятия на пикнике обязательно нужно костёр потушить и не уходить сразу, а даже некоторое время подождать, убедиться, что точно не осталось углей. Телеканал «Север» также призывает граждан быть осторожнее с огнём. Катрина Тайборей, Антон Водряков, Телеканал «Север».